Terra, бесплатная Морбк, в которую можно играть даже сегодня, что на самом деле действительно интересно, так как эта игра была выпущена в 2011 году, так давно, что пришло время проверить и Terra. А стоит ли в эту игру играть в 2022 году? Прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал YouTube, чтобы увидеть больше видео Морбк в будущем. Terra, это сокращение от Изгнанного Королевства Арборея, также известного как Terra Online. Это Морбк, разработанная студией Blue Hole, была выпущена в Южной Корее 25 января 2011 года и в Северной Америке 1 мая 2012 года, а в Европе вышло всего два дня спустя. В мае 2012 года, в феврале 2013 года, игра была переименована в Terra Rising, а в сентябре 2014 года, игра была снова переименована, на этот раз в Terra, Судьба железа в том же патче, который добавил новый уровень и расширил горизонты Терры новым континентом в Северной Ирландии. Патч вступил в силу 14 декабря в Америке и Европе, и в 2018 году в игре было более 28 миллионов игроков по всему миру. Так вот этот номер, который ты только что услышал, давай. 28 миллионов игроков по всему миру в 2018 году. Это действительно впечатляющее число, но к сожалению, в настоящее время мы очень далеки от этого числа, как вы услышите во второй части этого видео. Важно отметить, что в апреле 2018 года Terra была выпущена на PlayStation 4 и Xbox One по всей территории NMS Entertainment Северной Америки, Европы и Японии. В то время как Крафтон решил самостоятельно опубликовать игру в Юго-Восточной Азии для PlayStation 4 и Японии для Xbox One. У Тера есть типичные функции Морг, такие как квесты, крафт и множество PvP и Pv контента с боевой системой действий, где игрокам нужно активно уклоняться от вражеских атак. Ты можешь выбрать одну из семи рас, вступивших в союз с Федерацией Вулканов. У каждой расы есть набор уникальных расовых навыков, которые дают им незначительные преимущества. У рас также есть свои собственные уникальные анимации для многих навыков, специфичных для класса. У Теры также есть 13 игровых классов, каждый со своими уникальными способностями и атрибутами. История игры переносит нас в мир фантазий, где два существа, Аарон и Шара, титаны невообразимой силы, встретились в бесформенной пустоте. Каким-то образом Аарон и Шара заснули и начали видеть сны. Пока они спали, изгнанники Альбореи начали проявляться вокруг них. Сегодня и руки, и тело Шары образуют два континента, из которых состоит изгнанный Айзабореи. Пока оба титана продолжают спать, их мечты воплотились в жизнь. Из этого сна Херста 12 похожих на бога жителей Тары появились незадолго до того, как между ними произошла ужасная война. И все же Аарон и Шара оставались в своем сказочном состоянии, и просто из их воображения ожили первые смертные. Смертные и боги сражались друг с другом в великих божественных войнах, в результате чего большинство богов были мертвы, заключены в тюрьму или иным образом ослаблены. Даже некоторые из смертных видов были уничтожены, однако другие утонули, и сегодня большинство растеры образуют союз, борясь с угрозами за пределами мира. Такая интересная сюжетная линия, огромное разнообразие классов и рас и чистое боевое действие являются главными атрибутами этой морг. Но давай посмотрим, что происходит с Терой в последнее время. Насколько активен издатель и остались ли у нас еще игроки, играющие в эту игру. Я здесь, на официальном сайте Тера, и конечно же я помещу ссылку в описании ниже видео, чтобы вы могли позже проверить этот сайт самостоятельно. Но, во-первых, я хочу показать тебе здесь несколько интересных вещей. Как вы заметили по интернет-адресу этого веб-сайта, издателем Тера является Gameforge, и на самом деле я могу показать вам здесь один действительно интересный пост от 1520 октября. Это пресс-релиз, официальный пресс-релиз. Игровая кузница берет на себя права на публикацию Тера в Америке. Да, так что Gameforge в настоящее время публикует Тера для Европы и Северной Америки. Ты также можешь играть в Тера в Steam. И конечно я также помещу ссылку в описании ниже видео, и вы заметите здесь. Что касается отзывов игроков, я заметил это сразу же, как только смог посетить этот сайт. Как ты можешь видеть здесь, 77% из почти 7000 отзывов пользователей об этой игре в основном положительные. Так что на самом деле это довольно хороший процент положительных отзывов. В эту игру можно играть бесплатно. Системные требования на самом деле не так высоки, что неудивительно, поскольку это одна старая мордка. Но что на самом деле происходит с Терой в последнее время. Я покажу тебе это здесь, в официальном твиттере Теры. На самом деле это то место, где ты можешь увидеть активность разработчиков. Что происходит с этой игрой. У нас происходят какие-то события, обновления и вообще, жива ли эта игра. Что касается активности разработчиков в этом отношении, без всяких сомнений, вы можете видеть, что здесь у нас происходит много вещей. Счастливый час, разные события в игре. Итак, что касается разработчиков игры, Тера все еще жива. Ты можешь играть в эту игру. Однако, что касается количества игроков, я вошел в игру несколько дней назад. И я должен быть честен с вами, я не видел много игроков вокруг меня здесь, в базе данных Steam. Вы можете увидеть это количество игроков, которые играют в эту игру по всему Steam. Так вот, сколько игроков, которых ты можешь видеть, играют в эту игру только в Steam. Количество игроков, на самом деле, довольно низкое. И я могу показать тебе здесь, на этом графике, что с сухого 2017 года до января 2022 года, вы можете видеть, что количество игроков сокращается в основном с каждым месяцем, количество игроков уменьшается. Что на самом деле не очень хорошо. Я могу упомянуть первую часть видео. 28 миллионов игроков сыграли в Тера в 2018 году, но в настоящее время мы очень далеки от 2018 года, и ситуация с рядом игроков, связанных с Тера онлайн, действительно плохая. Что касается будущего Теры, тебе нужно принять во внимание еще несколько интересных фактов. Ты должен принять во внимание этого потерянного Старка. Это новая Морб, которая выйдет в западных регионах в феврале 2022 года. Но это еще не все. У нас также есть эта игра Ashes of Creation, одна из новых грядущих Морб, которая выйдет, вероятно, в 2023, или, может быть, даже в 2024 году. Однако, эта Морб, это будет что-то действительно особенное. Но мы не закончили. У нас все еще есть эта новая Морб, Блю Протокол для ПК, в которую можно бесплатно играть. В игру, которая выйдет в 2022 году, первого в Японии, а затем в западных регионах. И ты бы сказал, почему я упоминаю эти три игры Lost Stark, Ashes of Creation, Блю Протокол. А почему я упомяну Alien, например, новую Морб, которая уже была выпущена в западных регионах. И как ты можешь видеть, у нас есть даже лучник нового класса, который придет на эту игру 22 января 1220 года. Ну, я хочу упомянуть тебя сегодня в этом видео, эти новые игры, 4 из этих игр, всего 4 из этих игр, есть еще. И я мог бы продолжать в том же духе в течение следующих 10 минут, по крайней мере. Хочу упомянуть тебе еще несколько новых грядущих компьютерных Морб. Некоторые из них будут свободны для игры. Большинство из них – настоящие боевые игры. Это соревнования с Террой. Терра – действительно старая игра. И может ли Терра конкурировать с Lost Stark Ashes, Creation, Блю Протокол, Alien и многими другими новыми Морб, которые были выпущены недавно? И, конечно, с некоторыми Морб, которые будут выпущены в будущем? Мой ответ – нет. Я думаю, что Терра больше не может этого делать по той простой причине, что Терра – старая игра. И на самом деле, она плохо состарилась. Количество игроков действительно сократилось, и в будущем нас ждут новые игры, которых мы действительно можем с нетерпением ждать. Играй в будущее очень-очень скоро, или во что-то действительно удивительное. Посмотри на эту игру, например, Lost Ark. Я знаю, ты скажешь, что есть совершенно разные игры. Например, Потерянный Старк – это игра с изометрической перспективой. Это не так, однако Потерянный Старк все еще является творением Морб Кэша. Одна из самых удивительных игр, которые нас ждут – это играть в будущем. Здесь есть что-то действительно особенное. Я не могу конкурировать с синим протоколом создания Эша – инопланетянин. Я тоже упоминал, и я мог бы продолжать в том же духе. Как я уже говорил в течение более длительного периода времени, очень скоро в 2022 году, в 2023 году, появятся другие новые RPG-пком. И я боюсь, что Терра не сможет конкурировать с этим. Терра – неплохая игра. Ты слышал в первой части этого видео, что у Терры огромное разнообразие классов, рас, интересные действия, сражения, действительно потрясающая сюжетная линия, но всего этого недостаточно. Так, стоит ли играть в эту игру в 2022 году? Ну послушай, я должен быть честен с тобой, в эту игру можно играть бесплатно. Ты можешь попробовать сыграть в нее, если тебе это не нравится. Если ты никогда раньше не пытался в нее играть, просто удали игру, если она тебе не нравится. Если тебе это нравится, почему бы не остаться и не поиграть в нее? Но не забывай, что это очень старая игра, с очень небольшим количеством игроков, и в будущем у нас будет много новых захватывающих компьютерных морг. Некоторые из них тоже свободны, как Терра. Некоторые из них тоже могут свободно играть, как Терра. У большинства из них есть боевая система действий, похожая на Терра. И в рамках этого соревнования я боюсь, что Терра не в состоянии идти в ногу с другими моргами. Так, стоит ли играть в эту игру в 2022 году? Если говорить по-простому, на мой взгляд, нет. Есть и другие новые морг, в которых тебе наверняка понравятся. Если ты попробуешь в них поиграть, дай мне знать в комментариях ниже. Видео. Ты когда-нибудь пробовал играть в Терру онлайн? А если бы ты это сделал, как тебе это понравилось? Если ты никогда раньше не пытался играть в Терру, попробуешь ли ты сыграть в нее в будущем? Или, может быть, ты попробуешь одну из новых предстоящих морг, таких как Лорд Старк, Пепел Творения, Голубой Протокол или Чужой. Если тебя интересует игровой мир морг, зайди на мой канал YouTube, где есть множество игровых видеороликов, руководств, новостей и обзоров из мира игр морг. Мое основное внимание уделяется новым предстоящим компьютерным морг. Однако, когда я увижу, что со старыми морг происходит что-то интересное, я, конечно, дам тебе знать об этом. Спасибо тебе за просмотр видео и обязательно подпишись на мой канал YouTube, чтобы увидеть больше видео морг в будущем. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok